Да, можно, но, как показывает практика, старайтесь держать плечо. А что у нас в плечо? Какая часть тела плеча? Точно. Да. От вас вся, это чего у суставов. Это плечо, это предплечья. Ваше предплечье должно держать плечо противника. В ближнем бою нужно находиться ближе. Очень многие делают такую ошибку, что становились на дистанцию удара, обычного удара на двой, не то что рукой, просто руки на плечи откуда били. Это не клинч. Клинч, когда жилет к жилету расположен, и вы не даете противника убить. Сейчас многие делали упражнение, что руки на плечи положили сюда, и просто кто впервые ударит. Это не тот. Когда вы столкнетесь с соревнованиями, я думаю, через две недели, через неделю уже будут соревнования, многие из вас поедут туда, кто по фикбоксу будет уступать, кто по фикбоксу, просто посмотреть, вы увидите, что клинче нужно работать намного ближе. Напоминаю про удары руками, что старайтесь бить аккуратнее, если не решитесь, ни в коем случае нельзя поддаваться на провокацию противника и отвечать ударами рук на их атаку руками. Потому что рано или поздно вы заретесь в голову. Зная, что над ним руками, и другие тренера тоже далеко не глупые, с ВТФ не знают, как настроить своего противника, своего ученика, вашего противника так, чтобы он вас провоцировал. Там много провокаций, они работают все время на выдохе и крипе, постоянно делают удары, нам тоже не помешало бы подышать, покричать немножко. это очень хороший на самом деле, выдох нужен. Почему в такуандо АВТФ нету выкрика? Ваме нельзя во время приединка в Rickford. Почему? в клондовом АВТ, в жилет, в ногу вкладывая, вбить удары, вбить тя-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Разные прыщи. Ну что, если челюсть может выйти? Дело тихо. Но выдох дает больше энергии, выкрик. Да, выкриком вы в любом случае освобождает свои люди от старого кислорода, дышите нормально и получается, обогащаетесь в руке. В свежей силе получается. Если вы не дышите, хихап, крик, он помогает вам правильно дышать. Делает удар сильнее. В токмандо ВТФ разрешено бить в полную силу, поэтому крик попадает. У нас, к сожалению, в токмандо ВТФ, как к сожалению, мы работаем на технику. У нас должны все удары быть в легкий контакт, поэтому нам не разрешается делать удар. Если мы начинаем кричать, мы начинаем лить силы. Фулл контакт запрещен. Но на тренировках, это моя рекомендация, если работаете по грушам, с грушами, одиночные сильные удары, то делайте с выдохом, с кихапом. Кихап это у нас кремуши, как все знают, наверное, старшие зеленые пояса. Когда вам говорят, делаем с кихапом, это не значит, что вы кричите кихап. Корейский кихап это приводит в три души. Вы просто произносите это слово. У каждого свой три души, у каждого своя душа, свой интеллект. И каждый кричит по-разному. Кто-то кричит хитчок, кто-то хилля, кому как удобнее, кому что помогает. Попробуйте на грушах поработать, на лапах, ощутите пользу. Да, но это отдельно, по вызову. Дальше есть вопросы какие-то?